Я сегодня такую тему затрону, которая, наверное, многим интересна, но даже если у вас, допустим, и нет в семье такой темы, то все равно у кого-то данная есть, и это все равно полезно, и даже мужчинам, и даже женщинам. Все, что я буду сегодня говорить, хорошо и для людей, которые планируют, допустим, пополнение в своей семье, и очень хорошо для тех, которые просто думают о своем здоровье. Немножечко скажу такое вводное слово. Компания, в которой мы находимся, и офис компании, в которой мы сидим, это мировой лидер в производстве алоэ вера. Больше 90% всего коммерческого алоэ, это сама компания выращивает и сама его перерабатывает, чтобы мы понимали. Сегодня тема у нас алоэ беременность или планирование семьи, планирование беременности, готовка к этому прекрасному делу. Я потому что Эля сказала, что очень многие люди сегодня, на сегодняшний день, наверное, это хорошая экономика. У нас очень много людей, которые планируют пополнение в своей семье, и которым очень интересно, что можно из продукции нашей использовать с очень хорошим результатом. Очень много людей же, которые благополучно прошли весь этот этап и получили хорошие результаты. В чем разница? Вы знаете, я когда подготавливала эту презентацию, я столкнулась с таким моментом. В некоторых источниках написано, что при беременности не очень рекомендуется алоэ. Кто-нибудь слышал такое? Слышали, да? И я задумалась, почему это так? Потому что наш алоэ, учитывая, допустим, вот хороший опыт, он замечательный. В чем разница? Посмотрите. А компания что делает? Она полностью убирает зеленую мякоть, зеленую шкурку листа и оставляет только мякоть. И эта мякоть, она входит во многие наши продукты, и в том числе и в наш самый главный продукт. Это вот сок алоэ вера, гель стабилизерованный. Ну вот кожура алоэ, она как раз-таки может содержать не очень полезные компоненты. И вот когда в обычной жизни мы употребляем алоэ, мы как делаем? Мы срезаем листик, перекручиваем на мясорубке вместе с кожурой, моем уже до этого. И все это вместе употребляем в еду. Так вот как раз-таки вот эта зеленая шкурка, она имеет такие компоненты, которые оказывают очень сильное такое слабительное действие. Тонус гладкой мускулатуры кишечника, и очень многие врачи боятся, что угроза выкидыша может быть благодаря этому, потому что там гладкая мускулатура в матке тоже есть. Поэтому мы говорим, что если вы будете цельный лист использовать, то при беременности, конечно, мы его не даем. Но если вы используете именно лист алоэ вера, который дает возможность пить компанию Форево, то это без всяких ограничений можно это сделать. Компания имеет очень интересный способ стабилизации. Что такое стабилизация? Это чтобы все свойства сока сохранялись без каких-то там потерь в течение долгого периода времени без химии. Потому что к химии мы все привыкли, мы знаем, что есть такие стабилизаторы, есть такие консерванты, которые во многие продукты питания добавляют, чтобы они оставляли хороший вид оставался у этих продуктов и такой приятный вкус нормальный. Здесь принципиально новый подход. То есть компания использует только натуральные стабилизаторы. То есть из морской капусты, из ягод, из цитрусовых, чтобы сок оставался живым в течение 4 лет. И вот когда мы открываем уже баночку сока, тогда надо ее выдержать в холодильнике и выпить в течение месяца. Но если у нас запечатана вот эта баночка, то она может спокойно храниться при комнатной температуре в течение 4 лет. Есть у нас ассортимент соков алоэ. То есть здесь вот этот самый главный, это чистый сок, который вообще ничего не добавлено. Он не сладкий, он не горький. Этот сок, который почти без вкуса, он немножко кисленький. А еще у меня большая просьба. Если есть такая возможность, выключить телефон. Хорошо? Чтобы мы не отвлекались, чтобы можно было послушать. Кто слушает. Кто не слушает, чтобы подремали тоже спокойно. Не отвлекались. Вот этот желудочный сок можно абсолютно всем. Если мы говорим даже про малышей, которые только недавно родились, то его можно добавлять по капелькам, как первый прикорм. То есть я как педиатр совершенно спокойно это заявляю, потому что было очень много случаев, когда дети получали и очень хорошо себя чувствовали. Этот же сок можно при любых проблемах со здоровьем, параллельно с каким-то лечением, которое дает врач. Этот сок абсолютно не имеет таких противопоказаний. То есть что делает соколой? Он делает три вещи. Первое, он делает очень качественную очистку твоего кишечника. Кишечник не будет слабительного эффекта, но будет очень хороший эффект, когда вы избавляетесь от тех каловых камней, от каких-то там пленочек, которые были у вас на слизистых. И это все хорошо уберет этот сок. Второе, когда сок уже в клетке, он начинает из клетки вытаскивать. Вытаскивает шелаки, вытаскивает токсины. Причем это достаточно долгий процесс. Когда мы говорим про алоэ, мы говорим, что это не лечение. Если ты начинаешь пить алоэ, ты постепенно приводишь в организм в очень хорошее состояние. Состояние более чистое, состояние более здоровое. Когда мы говорим про вторую функцию, это питание. В соке алоэ есть больше 200 разных компонентов. То есть это тот сок, который содержит и витамины, содержит и минералы, и даже аминокислоты. Но самое главное, содержит ферменты. И вот эти ферменты, они как раз-таки помогают, три и вот третьи функции, нормализация жизненных каких-то функций и органов. Когда у тебя уже есть проблемы со здоровьем, то употребляя этот сок в пищу, ты через какое-то время видишь, что эта проблема все реже и реже о себе напоминает. И через какое-то время, возможно, она вообще уходит. То есть мы не говорим, что мы вылечиваем, мы говорим, что мы восстанавливаем исходное здоровье каких-то наших систем и органов. Потому что вот эта вот богатая ферментная такая вот составляющая нашего сока, она позволяет это сделать. Значит, вот этот сок, он чистый соковой. Вот этот сок соковой, который добавили клюкву и яблоко, про него можно сказать так. Если человек, вообще семья планирует, что у них будет увеличение, то есть они планируют беременность, то может быть стоит вот этот сок добавить в свой рацион, потому что он имеет сильный противовоспалительный эффект именно на мочеполовую систему. У кого проблема, например, со спалением, то можно добавить вот этот сок, туда добавили малое, добавили клюкву и яблоко, и очень хороший результат. Если проблемы с почками, если проблемы там по-женски, конечно, мы рекомендуем этот сок. Если единственное, что там может быть дрожжи, женщины это знают, тогда сначала этот сок, когда проблема пройдет, тогда уже нужно этот. Значит, есть сок с персиком, очень вкусный, сладкий. И, допустим, когда женщина кормит грудь, ей нужен очень такой богатый состав, то, в принципе, этот сок тоже возможно в этом периоде давать, потому что там много клетчатки, там много витамина А, там очень достаточно богат калием, то есть хороший и для тех, у кого проблемы с сердцем, и с кишечником, и в том числе, когда нужен такой хороший богатый состав. Есть одноразовые пакетики Alloy to Go, Freedom to Go, то есть если нет холодильника, если планируете какую-то поездку, пожалуйста, нужно брать такие одноразовые пакетики, открыл, выпил, выбросил, их не надо хранить в холодильнике. Есть сок Freedom, Freedom замечательный сок, если есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то есть у кого есть суставы, позвоночник, или кто-то хочет более молодо выглядеть, тоже нужно этот сок использовать. Очень вкусный, очень такой, знаете, богатый сок, называется поместимая энергия. В него входит, видите, груша, гранат, малинка, там ежелика, черника, экстракт виноградных косточек, и еще входит много стены, это кармфрукты. Это сильный антиоксидант. Но на самом деле этот сок можно добавлять во все наши соки Alloy, это улучшает их вкус, еще улучшает их качество, потому что действительно очень полезно. Это очень хорошо снимает усталость, очень хорошо дает силы и энергию. Но если у человека проблема еще, например, с иномией, там железо низкое, то можно дать этот сок в дополнение к минералам, чтобы лучше устраивались какие-то там моменты при железной дефицине. Есть такая проблема, причем мы говорим так, если существует проблема бесплодия в какой-то отдельно взятой семье, причем врачи лечат, допустим, делают что-то и говорят, вы знаете, вы в принципе здоровы, мы не видим никаких таких прям причин, почему вы не можете иметь детей, но тем не менее есть такая проблема. То есть у родителей не получается, чтобы у них появился наследник. И тогда мы говорим, возможно, есть какие-то небольшие колебания их гормонального фона, возможно, какое-то влияние стресса, возможно, влияние там чего-то другого, что в принципе можно устранить нашими методами очень хорошо и спокойно. То есть вот эти продукты, они позволяют выровнять нормальный гормональный фон, убрать какие-то последствия от негативных влияний, и через определенное время, это полтора года где-то, год-полтора, вы увидите результат. И мы такие результаты тоже видели, и действительно есть хорошие, ну, мало того, еще хорошо поправляешь здоровье, когда ты начинаешь придерживаться этой программы. Здесь очень много и богатый такой состав. Есть джин-чия, джин-чия, золотая чия, которая очень хорошо влияет и на гормональный баланс, и влияет на энергию. Про все остальное я расскажу чуть позже. Ну, это сок обязательно, в детическом море обязательно. Вот при анемии, что тоже очень бывает часто, и у беременных бывает, и у кормящих мамочек, просто в обычной жизни тоже бывает такое. Вот как раз-таки, что мы рекомендуем. Неплохо очень любой сок алои, но лучше бы или нектар, наверное, потому что он на вкус приятный, там, и замечательно сочетается с всеми остальными компонентами. Добавляем поместин, добавляем минералы. Вот на турмине есть железо, есть другие минеральные комплексы, которые, в общем-то, очень неплохо усваиваются в нашем организме. И здесь рекомендуется поля зелень. Поля зелень – это проросшая пшеница и чменью люцерна. Вот именно в этих проростках очень много витаминов группы В, очень много тоже минералов, причем минералы такие нейтральные, которые из растений. Вот там, когда посмотрим на палочку, там не написано количество того-то, но там именно эти проростки, которые позволяют нам хорошо очень усваивать эти минералы. И здесь есть витамин В12 фолиевую кислоту. Это вообще отдельный витамин. Потому что, да, это хорошо при аномии, но если пара вообще планирует зачатие, то обязательно женщина должна предварительно пить обо 12 фолиевую кислоту, хотя бы месяц или два, понимаете, перед тем как. И, естественно, весь первый как бы триместр беременности стоит пропивать В12 фолиевую кислоту. В12 классный витамин, его нужно совсем чуть-чуть, но очень часто мы его недополучаем. Очень часто такое бывает, особенно если люди не очень жалуют там весные продукты, а больше, например, какие-то растительные, тогда это 100% надо добавить в свою еду. Когда мы говорим про В12, если, например, не хватает фолиевой кислоты, причем, вы знаете, очень рано начинается закладка нервной трубки у эмбриона, очень рано, тогда, когда женщина еще даже не подозревает, что она может быть беременная, понимаете. Поэтому заранее стоит молодой женщине начинать принимать В12 фолиевую кислоту, потому что если не хватает фолиевой кислоты, это может быть очень сильные, серьезные аномалии развития плода, понимаете. Поэтому лучше сделать чуть-чуть заранее, зато быть уверенным, что ты действительно, все у тебя развивается правильно. Вот про это тоже, ну, курение понятно, молодой маме не стоит курить, и стоит отказаться, если ты куришь заранее, вот от этой привычки. По поводу алкоголя, тоже интересны были такие сведения. Была лекция, и по некоторым источникам, например, если супружеская пара планирует, что у них будет ребенок, значит, мужчина, как правило, он отмечает какие-то события, отмечает там алкоголем, и многие говорят, что вот надо полностью отказаться от алкоголя. Если мужчина отказывается до зачатия хотя бы за три месяца от алкоголя, 100% у него будет практически, вот не будет влияния алкоголя на его сперматозоиды. То есть вот так происходит обновление в мужском организме. Но у женщин все по-другому. Если молодая девушка планирует быть мамой, ни капли спиртного ей нельзя. Вообще. Понимаете? Планируешь быть второй раз мамой, планируешь быть третий раз мамой, ни капли вообще тебе. Вот с рождения спиртного не надо пить. Вот когда ты уже вообще не планируешь ничего, рожать никого, пожалуйста, пей чего хочешь, ты уже вне зону риска. Понимаете? Потому что вот так устроен женский организм, что если мы не знаем как... Конечно, может и повезет, и вот это вот спиртное, которое ты выпила, оно именно на эту циклетку не подействовало, но если подействует, это бывают очень серьезные такие вот нарушения. А зачем это нам надо? Понимаете? Уже все их циклетки с рождения до самой смерти не остаются в таком стабильном состоянии. Они не обновляются. Если на тебя что-то подействовало, оно уже останется там все. Понимаете? Поэтому девочкам большое ответственность, и мамам девочек, и бабушкам девочек, большое ответственность, чтобы девочки не пили ни капли спиртного, пока они собираются рожать. Понятно? Потому что наша... Вот наша культура, она этого не подразумевает. Даже у нас на Новый год девочкам наливает пол бокала шампанец, говорит, а ничего. Видишь это такое? Ну, может быть и ничего, если повезет. А если не повезет, зачем это надо? Значит, когда мы говорим по подготовке к беременности, конечно, любые соки выбираются очень хорошо. Почему это не про соки? Потому что любые витамины, которые вы пьете соками, они в 4 раза лучше работают, чем просто если вы будете с водой пить. Потому что соки алоэ, они прекрасные проводники. И иногда мы видим те программы, которые, допустим, работают у нас на алоэ, в любом другом случае они не работают. Почему? Потому что алоэ. Понимаете? Иногда бывают такие случаи, про людей говорят, вот с глаз, вот порча. Слышали такое? Что вот, например, что-то так болеет, 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 и вроде как не помогает. Вы знаете, вот интересный момент, энергетический какой-то момент есть. Это что такое? По-хорошему, у каждого из нас есть такая энергетическая оболочка, которую иногда можно повредить. Вот такие, ну, уже это доказано, это физически уже известно, что есть у нас биополе, которое можно повредить. Вот удивительным образом алоэ влияет на это биополе. Удивительно, такое, знаете, сильное растение. Когда мы принимаем эти соки, вот эти даже все моменты, которые мы говорим там с глазом, они не так влияют на наш организм. Понимаете? Но когда человек перестает пить, вот тогда он начинает все, в смысле, пить алоэ. Тогда он начинает разворачиваться в полной своей красе. Это мы уже тоже видели. Поэтому даже просто в целях того, что немножечко себя защитить лучше, можно пить сок алоэ. Понимаете? Конечно, можно верить, можно не верить, но с алоэ все лучше работает. Значит, любой вариант сок алоэ. В12, естественно, фолиевая тислота. Минералы, конечно, витамин С. Пробиотик. Про пробиотик тоже скажу чуть позже. Но вот про эту картинку скажу отдельно. Когда мы пользуемся какими-то обычными средствами, даже просто мыло, шампунь, какие-то другие средства, какие-то изодоранты, 100% все пользуются чем-то. Вот эти. Все пользуются чем-то. Но как правило, и мы об этом в принципе знаем, все наши обычные средства гигиенические. Это продукты нефтепереработки. Оттого они не очень дорогие. Там какие-то есть красители, там какие-то есть добавки, может быть, и полезные, но тем не менее. И когда мы наносим на свою кожу вот эти продукты нефтепереработки, а кожа – это очень один из самых больших наших органов, которые тоже являются органом введения шлаковки. Понимаете? Если мы туда наносим, мы получаем вред. Делали даже такие опыты, когда, допустим, мальчик на карнавале, в старину, его закрасили какой-то окраской, потом забыли смыть, он умирает, потому что кожа не дышит. Мы думаем, что дышит только нос легкий вот таким, но кожа тоже должна дышать, она должна быть достаточно чистая. И когда мы планируем, чтобы у нас в семье было все хорошо, стоит обратить внимание на натуральные продукты, гигиены. И об этом надо помнить. Многие люди, которые переходят даже с шампуня, с обычного, нефтяного, кавычка, шампуня, на наш натуральный шампунь, не сразу чувствуют его, всю красоту и все действие его. Потому что после того, как вы пользовались синтетическим шампунем, волосы у вас, ну как, в этом шампуне, его нужно смыть, несколько раз нужно помыть, чтобы действительно наш шампунь проявился во всей своей красе. Если вы пользовались натуральными средствами, то это не страшно. Можно спокойно брать и сразу с первого момента почувствовать, какой хороший наш шампунь. То же самое касается всех наших других. Ну, это даже не буду сильно на этом устанавливаться. Я рекомендую, возьмите каталог, почитайте, там все прекрасно. Уже когда наступила беременность, да, конечно, рекомендуется сок алоэ вера, рекомендуется коктейль. Коктейли можно заменить одну еду или добавить к кеде, потому что в коктейле очень богат, тоже расскажу про него. Обязательно нужно арктическое море. Арктическое море это полиненасыщенное жирное кисло, это омега-3, омега-9. Причем там есть еще масса кальмаров, не только из оливок, не только из рыб, еще масса кальмаров. И вот как это не интересно, омега вообще разжижает кровь немножко, но омега же улучшает проведение нервных импульсов. Она улучшает состояние сосудов, и она в удивительном уровне влияет и на маму, и на малыша. И вот эта омега рекомендуется ее пить всю беременность, без перерыва. То есть и первый триместр, и второй, и третий. Раньше говорили, что только первые два триместра, это последний не надо. Нет, оказывается, профессор приезжал из Москвы, говорит, что такие полиненасыщенные жирные кислоты должны быть всю беременность, и все кормление в грудь. Я больше того скажу, что все люди, независимо от их состояния, от положения и возраста, они спокойно совершенно могут и должны пить омегу для того, чтобы быть моложе, быть красивее и быть более разумными, скажем так. То есть в нашем регионе это ежедневная такая добавка, которая стоит каждому из нас себе позволить. Значит, все пчеловодство очень хорошо, опять-таки, если нет аллергии. Сейчас, к сожалению, это бич, очень многие люди имеют поминозы, имеют что-то, тогда нужно быть аккуратным, но если нет аллергии, то все пчеловодство великолепно работает на женщину. Как? Немножко позже расскажу. Конечно, минерал кальций. Кальций лучше в последний триместр беременности. Вот там такой состав удивительный у кальция. Его обогатели еще марканцем, хромом, и вот этот кальций как раз-таки в последнем триместре дает возможность подготовить, чтобы у женщины организм был готов к тому, чтобы уже рожать. И вот по поводу прополиса удивительные совершенно были ссылки. Когда я читала про прополисы, и многие источники рекомендовали во время беременности три таблетки прополиса в день съедать. Для меня было интересно, почему и тут я вытащила такую информацию. Еще Гиппократ говорил, что прополис очень полезен для организма беременной женщины. Влияет на ее психологическое состояние, правда? Женщина становится немножко более нервной, она более такая вот раздраженная, улучшает качество сна. И вот тут же говорится, что еще в старину на Руси угроза выкидыша, она как раз-таки предотвращалась назначением прополиса и других продуктов пчеловодства. И многие беременные жалуются, что действительно у них отливость повышенная бывает. И вот как раз-таки прополис помогает, чтобы этого не случилось. Профилактика растяжек и борьба после, допустим, уже родов. и снижает риск возникновения аллергических реакций у мамочки. Но опять-таки надо быть к этому очень внимательным. Если, допустим, есть уже аллергия на какие-то продукты пчеловодства, то, конечно, мы не назначаем в этот момент. Но если аллергии нет, ну, в принципе, можно потихонечку начинать пробовать все это, смотреть, и параллельно, если мы это делаем, то риск, что возникнет аллергия, уже меньше гораздо. Когда мы назначаем эту пробу? Опять-таки, то же самое про цветочную пыльцу. Если есть аллергия, мы ее не трогаем. Если аллергии нет, мы ее позволяем женщине пить спокойно, потому что это кладезь. Кладезь минералов, кладезь витаминов. И очень хорошие тут есть компоненты, такие как лецитин для работы головного мозга. Вот здесь способствует правильному формированию скелета, нервных, других тканей организма, плода. Когда мы говорим про гель алоэ, то мы говорим, что, знаете, он является очень хорошим пребиотиком. То есть это то средство, которое подготавливает кишечник, чтобы там жили правильные бактерии. У каждого из нас должны жить большое количество, прям несколько килограмм хороших, правильных бактерий, которые обеспечивают нам правильное пищеварение, даже синтез некоторых витаминов и хорошая работа иммунной системы. Но если у нас нет такого, а такого нет практически у 90% людей, то, конечно, стоит такое сочетание использовать. Для беременной женщины хотя бы три раза за беременность ей стоит пропить пробиотик. Это месячная такая дизировка пробиотика, по одной штучке в день выпивается, и ты себя застрахуешь от того, чтобы у тебя потом малыш был очень спокойный, что у него же ввод болит, потому что обычно такое бывает часто, когда малыш рождается, он привыкает к нашей микрофлоре, пока у него становится пищеварение, и вот этот процесс намного легче происходит, если мамочка пила пробиотику во время беременности. Есть великолепный травяной чай. Чай травяной чем хорош? Тем, что можно и нужно во время беременности его пить, потому что чай противогрибковый, противовоспалительный, улучшает пищеварение, он пахнет корицей, и он хорошо выводит шварки и токсилы. Можно даже малышам после рождения понемножку давать этот чай. Коктейль, который содержит вот эти все витамины и минералы, и этот коктейль очень вкусный. Вот когда молодая женщина ждет малыша, она капризная, у нее вкус разный. И она может коктейль сочетать с фруктами, с мороженым, что-то, чтобы ей было лапанство. Но даже если ты не беременна, ты можешь совершенно спокойно, или не беременна, ты можешь спокойно этот коктейль употреблять в течение дня как хорошую полноценную еду, потому что это действительно более полезная еда, чем многие перекусы, которые человек берет, жареный чебурек или что-то другое, конечно, коктейлин более полезен. Существует витамин С, который из папайи, из цитрусовых и из овса. И вот этот витамин С, он работает 8 часов. Если обычный работает 2 часа, выводится через мочу, то этот работает 8 часов, потому что он посажен на овес. И благодаря овцу, он хороший, хороший действий на кишечнике, он выводит опять-таки шлаки, токсины, которые выходят через стеночку кишечника. А у многих женщин в этом состоянии есть такая вот, больше склонность к запорам, наверное. И вот ацерпенцин помогает решить эту проблему. То же самое можно сказать и про поля зелени. Это клетчатка, это витамины группы В. И я бы хотела сказать, ну, казалось бы, такой противоположный момент, что здесь сегодня не только молодые, там, девушки, которые планируют, а люди, которым тоже интересно. У женщин есть несколько этапов в её жизни, и есть те этапы, которые стоит знать всем и каждому, которые стоит учить на всём, потому что есть такое состояние, как климакс, есть мужской климакс, есть женский климакс. Но в данном случае это не очень приятное состояние, которое характеризуется изменением эмоционального фона тоже, изменением физического вида такого. И чтобы это было всё очень плавно и очень комфортно, конечно, Форел предлагает вот такие вот продукты. Для мужчин всё то же самое, только мужской виталайз. То же самое мы можем позволить себе, все вот эти продукты позволяют нам хорошо питать наш организм, позволяют делать так, чтобы наши гормоны были достаточно стабильными. Это и виталайз, это и маточное молочко, это обязательно актическое море. Вот обязательно. Если ты не хочешь стареть, конечно, добавляешь арктическое море. Да, ещё хотела сказать, вот там была такая баночка, называлась Абетакар, витамин А, витамин Е. Я сразу хотела сказать, при беременности, при подготовке к беременности обязательно нужен витамин Е, обязательно. Витамин А тоже нужен, но если вы, например, берёте витамин А аптечный, как правило, это витамин А, который может накопиться, который может сыграть очень нехорошую роль, понимаете? Синтетический витамин А и который уже вот готовый витамин А. Но в данном случае, если мы говорим про Абетакар, это витамин А из прокаротиноиды. То есть это те компоненты, из которых вырабатывается при необходимости витамин А, и его передозировать нельзя. Сразу понимаем, то есть при беременности передозировать витамин А не стоит. Но Абетакар можно пить совершенно спокойно, потому что сколько надо, столько образуется витамина А. Больше не образуется, чем тебе надо, понимаете? И вот именно из этой витаминки мы спокойно можем брать то, что нам надо. Витамины Е надо много, всю беременность. Это витамин, который защищает организм женщины, чтобы не было ну, преждевременных родов, там, или выкидышей. И я бы хотела очень так коротко показать, что есть у нас такие коробки тачи, которые можно брать в любом состоянии и в любой позиции, потому что эти тачи позволяют нам уже с самого начала начинать правильное питание. Если ты здоровый человек, если, допустим, ваша семья там планирует беременность или там увеличение состава, или если ты уже имеешь какие-то проблемы со здоровьем, ты выбирай тот тач, который тебе нужен. Это классический тач, который содержит абсолютно из разных отделов разные продукты. То есть здесь есть и соки, которые можно попробовать, есть гигиена, которую тоже стоит употреблять и стоит каждому вести в свой обиход, хоть ты мужчина, хоть ты женщина, хоть ты взрослый, хоть ты маленький и так далее. Есть крема, которые удивительным образом сочетаются, которые можно это делать. Есть помадки, липс, это тоже скорая помощь. Есть пчеловодство, уход за волосами, немножечко для женщин косметики, это средство снятия макияжа, гель вокруг, крем вокруг глаз, витамин С обязательно, чай обязательно и ферст обязательно. Вот ферст – это скорая помощь, скорая помощь, которая нам нужна каждый день. Ферст – это горло болит, это ухо болит, это насморк, это если, допустим, хочешь, чтобы волосы были блестящие и не сухие, тоже можно брызгать. Если хочешь, чтобы кожа себя хорошо чувствует, то вместо тоника можно брызгать. То есть ферст – вообще удивительная вещь. И если есть ожоги, если ты сразу брызгаешь ферстом, возможно, следа от ожогов у тебя уже не будет. То есть ферст нужен каждый день. Существует вот такая коробка, которая называется «Бьюти». Больше, конечно, она для женщин подходит, потому что здесь есть удивительный совершенно набор, в который входят все ступени ухода за лицом. Начиная с подросткового возраста можно это делать. Удивительная совершенно маска, которая убирает там какие-то темные точки комедоны, которая сохраняет молодость, овала лица, молодость, контуры лица и так далее. Есть опять-таки то, чем мы можем и начинать уже очистку, выздоровление организма и зубная паста, и какие-то вот наши сыворотки. Существует 12-й тач, это те люди, которые хотят больше для здоровья. То есть опять-таки соки плюс еще поместин, опять-таки гиена такая, какая вам нужна, все можно испробовать. И здесь есть чуть больше витаминов. Есть арктическое море, есть кальций, есть вижен для глаз, есть ацеробин С. И здесь же есть почереная пыльца. То есть сразу есть витамины, которыми может пользоваться вся семья абсолютно. Только попробуй, посмотри, какая тебе больше понравилась. Существует тач номер 13, forever номер 13, то есть тот тач, который люди, если ты хочешь и любишь делиться, например, взял себе, кому-то подарил еще, или там кому-то дал попробовать, или может даже продал. Два дезодоранта, два желе, и всего остального можно тоже составить свое мнение, свое представление. И на сегодняшний день, конечно же, очень важно, чтобы наша семья и те люди, которые вокруг нас сохраняли, во-первых, здоровье, во-вторых, максимально брали всю пользу вот этой жизни. И если есть такая возможность пользоваться натуральными продуктами, которые действительно сделают удивительные вещи с твоим организмом и сделают так, чтобы наши дети были здоровы, ну, то стоит это делать. И я хочу сказать, что компания, конечно же, ну, мало того, что она дает такую продукцию, она дает еще всю сертификацию, она отвечает за каждый продукт, она дает классные гарантии. И самое главное, наверное, что компания еще может дать тебе сфинансовую независимость. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!